Кассета 3 В нашем опыте индуктор был господин Помброк Который явился с целью познакомиться с мисс Ангус И который был случайным гостем в нашем городе Вот что он написал раньше, чем узнал, что такое видела мисс Ангус в кристалле В субботу 23 января 1898 года В то время как мисс Ангус смотрела в кристалл Я думал о своем брате, который находился тогда Я полагаю, где-нибудь между Саббату в Пенджабе и Египтом Я очень интересовался знать, в каком месте своего пути он теперь находится Введение мисс Ангус записано следующим образом Длинная дорога очень белая, с большими деревьями с одной стороны С другой река или озеро сероватого цвета водою Голубое небо, на котором горит огонь солнечного заката Недалеко стоит большой черный корабль на якоре А на палубе я вижу лежащего человека, который, кажется, дурно себя чувствует Это человек сильный, красивый и очень загорелый Семь или восемь англичан, одетых очень легко, стоят на дороге близ корабля 23 января 1998 года Большой черный корабль, стоящий на якоре на реке или озере Внушает без сомнения мысль о Суэцком канале Где в действительности брат господина Пемброка находился в то время Как доказывает письмо, полученное 8 дней спустя после опыта 31 января Во время опыта господин Пемброк не догадывался, что могла означать река, виденная в кристалле И не знал хорошенько, в каком месте находится его брат В феврале 1998 года мисс Ангус возвратилась в ту местность, где я в то время жил Мы вместе посетили место одного исторического преступления И мисс Ангус захотела посмотреть на кристалл Так как обстоятельства этого преступления, убийства кардинала Беттона Более или менее общеизвестны То я предполагал, что мисс Ангус увидит в кристалле сцену этого убийства Но она увидела вместо того высокую и бледную даму Лет около 40, с черными волосами, сбитыми надолбом Стоящую возле кресла, поставленного на возвышение Подробное описание костюма этой дамы совершенно соответствует обычному женскому костюму Который носили в 1546 году Когда совершилось это историческое убийство Так что я точно же сказал, я полагаю, что это Мариот Огильви Особо до которой исторические познания мисс Ангус, как и большинство публики, не простирались Мариот была дама сердца кардинала и находилась в замке в день убийства Как об этом говорит историк Кнокс Мысль о ней могла промелькнуть в моей голове И согласно теории передачи мысли Могла от меня сообщить уму мисс Ангус Но я никогда не думал о костюме Мариот И же следующий факт имел место в том же городе Дама, сообщившая мне его, хорошо мне известно И факт этот устно был подтвержден мне самой мисс Ангус Которая дама, ее племянник и все ее касающиеся Было совершенно незнакомо Я очень беспокоилась, будет ли мой племянник в этом году послан в Индии И по этой причине сказала мисс Ангус Что я думаю об одной вещи И прошу ее посмотреть в кристалл Она посмотрела, но точно же отвела свои взоры И стала смотреть в окно на море, говоря Я видела так явственно корабль, что подумала, что это отражение Потом она снова стала смотреть в кристалл и сказала Это громадное судно Оно проходит близ высокой скалы, на которой стоит маяк Я не могу рассмотреть, кто есть на судне Но небо очень ясное и голубого цвета Теперь я вижу большое строение, что-то вроде клуба И перед ним толпа людей, сидящих и ходящих Я думаю, что это должно быть какая-нибудь чужая страна Так как люди одеты очень легко И там, по-видимому, очень жарко Я вижу молодого человека, сидящего на стуле С протянутым вперед ногами Он не говорит, но, кажется, слушает что-то Он брюнец, стройный, не очень большого роста С черными и резко очерченными бровями Я не имела удовольствия раньше встречаться с мисс Ангус И она ничего не знала о моем племяннике Но, тем не менее, описанный молодой человек Совершенно походил на него как своей наружностью Так и своей манерой сидеть В отношении этого случая гипотеза передачи мысли вполне достаточно Дама думала о своем племяннике в связи с Индией И нет основания заключать о пророческом характере вызванного образу Духовное прозрение Чистая, просвещенная свыше ока пустынных старцев Видела мысли людей, прозирала в будущее Созерцала светлый мир добрых ангелов Проникала их в темный мир духов злобы Мы можем указать на преподобного Анувия Который подробно рассказывал мысли, желания и образ жизни посетителей Приходивших к нему Который не раз видал ангелов и демонов Видел и светлые обители рая И мрачные затворы ада 5 июня На преподобного Нифонта Который видел, как души разлучаются с телами 23 декабря На преподобного Андрея Который видел в храме, как Матерь Божия Молится за род человеческий 1 октября На преподобного Пахомия Который не знал греческого языка Но при помощи свыше вдруг стал понимать иного И грека, пришедшего к нему И отвечать Этому иноку на греческом языке 15 мая Или на преподобного Ора Который в пустыне читал, никогда не учившись читать 7 августа Таких примеров так много, что о них можно было бы написать целую книгу Вот еще выдающийся случай духовного прозрения Преподобный Зосима Приветствовала основанию монастыря на Соловецком острове Во время стола, осмотрев сидящих, преподобный видит, что шесть знаменитых бояр новгородских сидят без голов Пораженный этим видением, он прослезился И не мог вкушать ни пищи, ни питья Никому он в это время ничего не сказал Но после открыл эту тайну ученику своему Даниилу Вскоре видение преподобного Зосима оправдалось совершившимися событиями Новгород был взят царем Иваном Васильевичем И те бояре, которых преподобный видел без голов, были казнены Сама Марфа была сослана в заточение Дом ее был разрушен И самое место запустело 17 апреля Федор Новгородский, Христорадий Еродивый Отличен был от Господа особенным даром прозорливости Он с молодых лет отрекся от родства и от постоянного жилища В жестокие морозы ходил босой и полуногой по улицам торговой стороны Переносил на смешки и оскорбления от дерзких людей Все, что получал от добрых и сострадательных людей, раздавал бедным Господь наградил его за добровольные страдания даром прозорливости Слушалось, что он повторял всем встречным Берегите хлеб И наступал голод В другое время говорил, указывая на известные улицы Тут чисто будет, хорошо будет сеять репу И вскоре пожар опустошал эти улицы Однажды к преподобному Дмитрию Прилудскому Пришел родной брат его, Переяславский купец Он торговал неудачно и впал в долги И два раза он приходил к брату-подвижнику за благословением И после первого раза уплатил долги, а после второго разбогател Но когда пришел в третий раз, преподобный не дал благословения И советовал довольствоваться тем, что приобрел Собиратель богатства не послушался братнего совета Отправился к диким поморам И там погиб без вести Занимаясь однажды работой с братьями Дмитрий сказал со вздохом Мы, братья, строим земные тленные дела А великий князь Дмитрий уже не печется о суетной жизни Через несколько дней пришло известие, что великий князь скончался в тот самый день и час Во время крестного хода 2 июня 1451 года при нападении на Москву татар Святой Иоанна митрополит Московский увидел благочестивого инока чудового монастыря Антоний и сказал Брат Антоний, помолись прилежно Богу об избавлении города и всего православия от безбожных огорян Антоний отвечал Ты великий архиерей Божий, твоей молитвы не призвит Богородица Огоряне будут прогнаны И я один буду уязвлен ими Едва произнес он эти слова, как неприятельская стрела поразила его, и он в ту же минуту умер Предсказание страдальца исполнилось Ночью враги убежали от Москвы, услышали великий шум и думали, что великий князь пришел с войском Укажем теперь несколько современных нам примеров духовного прозрения и жизни отца Серафима, Саровского подвижника Однажды является к нему за благословением в далекий путь один господин, который был очень добр, только о святых иконах ложно думал Полагаю, что икона одинаковая имеет достоинство, как чудотворные, так и не чудотворные Отец Серафим, в первый раз видевший этого господина, благословил его и сказал Что, батюшка, мое грешное-то благословение, проси помощи у Царицы Небесной Вот в теплом у нас соборе есть икона живоносного источника, отслужи ей молебен, ведь она чудотворная Она тебе поможет Потом с улыбкой продолжал Читал ли ты, батюшка, житие Иоаннике Великого? Я советую тебе прочитать Это был очень добрый и хороший человек Да только сначала в иконах-то заблуждался, как и ты После того еще дал ему несколько наставлений У одного крестьяна украли лошадь Бедный прибыл в Саровскую пустынь и, увидев там одного инока, бросился к нему в ноги и сказал Батюшка, ты что ли, Серафим? Я не Серафим, отвечал ему инок А на что тебе он? Да, говорит, он угадывает, отвечает простодушный крестьянин А у меня лошадь украли Отец Серафим в это время подле своей кельи складывал дрова в поленницу Когда инок указал крестьяину отца Серафима, крестьяин бросился ему в ноги Отец Серафим поднял его и ласково спросил Что ты пришел ко мне убогому? Батюшка, отвечал крестьяин У меня лошадь украли И я теперь без ней совсем нищий А ты, говорят, угадываешь Отец Серафим взял его за голову и приложил ее к своей Сказал, огради себя молчанием И поспеши теперь в село Он назвал ему это село И когда будешь подходить к селу, то свороти из дороги вправо И пройди за даме четыре дома Там ты увидишь калиточку Войди в нее, отвяжи лошадь свою от колоды И выгоди молча Крестьяин по такому указанию действительно нашел свою лошадь Подобных примеров жизни отца Серафима было очень много Вот еще один Любимый им инок, отец Иоанн, услышав от других Что отец Серафим бывает и тогда в духовном восхищении И видит обители небесные Пришел к нему, чтобы узнать об этом от него обстоятельнее Только что он хотел просить его Как в ту же минуту отец Серафим закрыл, устаивал своей рукой И сказал, огради себя молчанием Потом начал ему говорить о пророках, апостолах, мучениках и других святых Потом несколько раз повторил ему Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух И затем сказал Вот я тебе скажу об Богом Серафиме Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа Где он говорит В дому отца моего обители много На этих словах Христа Спасителя я убогий остановился И возжелал видеть его на небесные обители И молил Господа моего Иисуса Христа Чтобы он показал мне эти обители И я был восхищен А о той радости и сладости небесной Которую я вкушал Сказать тебе невозможно За этими словами старец вдруг замолчал Глаза его закрылись Голова поникла вниз Лицо просветлело На устах и на всем лице выражалась необыкновенная радость Такое таинственное молчание продолжалось около получаса Потом старец Божий открыл глаза и с радостью сказал Ах, если бы ты знал возлюбленнейший мой отец Иоанн Какая радость, какая сладость ожидает душу праведника на небе То ты решился бы во временной жизни Переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением Если бы эта келья полна была червей Если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь То со всяким желанием Надо было бы на это согласиться Чтобы только не лишиться небесной радости В современных известиях Казанцев, сообщая несколько рассказов Из мира необъяснимого Упоминает, между прочим О случае с отцом своим человеком Вообще мало заботившимся о религиозных обязанностях И случайно попавшим в скит Николаевской Песножской пустыни Вер за восемьдесят от Москвы во время Успенского поста Вхожу в храм, рассказывал отец Казанцева Вижу много гавельщиков Беру свечку и дожидаюсь прибытия духовника Наконец в храм был введен под руку отец Савати Управлявшись скитом Он был слеп Как теперь вижу его словно восковое лицо И длинную, сильно пожелтевшую бороду Сотворив обычное правило И приложась к святым иконам Он надел эпитрахели Введенный под руки послушникам На амбон Стал громко на память читать молитву Перед исповедью Дойдя до половины, голос его прервался И он, сделав два земных поклона перед иконами Спасителя Снова начинает читать Но опять голос его прервался И он, обратясь лицом к народу, сказал Чадо святой нашей матери церкви Меж вами есть один не сын ее Подадите каждый и скажите ваши имена Порозни Гавельщиков было около шестидесяти человек Все подходили и говорили Когда очередь дошла до меня Только я сказал свое имя Как лицо отца Асавати Сделалось величественно грозным И как бы просветлело Выйди вон Ты не сын церкви Ты пренебрег телом и кровью христовыми Отринул таинство покаяния Не соединился со Христом Предаешь твою душу дьяволу Я стоял, как пораженный громом В глазах у меня потемнело Не помню, как я вышел из церкви А помнился я уже сидящим на земле Около забора скита Слезы душили меня Несколько богомольцев с участием Окружало меня Подошедший, как оказалось, иеромонах Из пустыни уговаривал меня Идти в монастырь Где обещался исповедовать меня И приобщить святых тайн Но я отказался наотрез Так, как желал всей душой Исповедовать своего отца Савватия Но тщетно два дня я напрасно умолял Он был непреклонен Наконец в дело вступился Настоятель монастыря По его увещанию Отец Савватий согласился Исповедовать и приобщить Но с тем, чтобы я неделю провел С ним в его келье Нечего и говорить Что о пренебрежении К религиозным обрядам С тех пор и помину не было Двойное зрение Понятие об этой способности И факты из области ее Под двойным зрением Подразумевается способность Различать доступные Только одному зрению предметы С завязанными глазами Или через непропускающий Света экран Без помощи глаз Другими частями тела В последнем случае Говорят о перенесении чувств То есть предполагают Что зрительная способность Перемещается из глаз В другие органы Вот говорит Илью И своим слушателям опыт Показывающий до какой степени Может быть обострена Способность зрения Это вот очки Стабженные боковой арматурой Состоящие из двух твердых И не пропускающих света Выпукловин Они могут быть прилажены Глазным яблокам Которых очертаниям Точно соответствует Все это закрыто черной бумагой Совершенно непроницаемо для света Для большей предосторожности На глаза и вокруг очков Наложены куски ваты Чтобы заполнить пустоту И закрыть скважину Снаряд поддерживается Посредством резиновой нитки Окружающей голову При таких условиях Я даю эсфире Особо обладающей двойным зрением Сегодняшнюю газету Старательно заботясь о том Чтобы последняя была освещена Как предчтение в нормальных условиях И после этих предосторожностей Вы видите, что К нашему большому удивлению Субъект воспринимает свет И бегло считает Две или три строки Из упомянутой газеты В этом для меня Одно из самых странных явлений Изощрения зрительной способности Которого физиологическое объяснение Следует еще найти Мы здесь в области Бесконечно малых сил Действующих на нервную систему Доведенные до беспримерной Степени возбудимости И если не предположить Что световые колебания Проникают сквозь непрозрачные очки Наподобие того Как звуковые колебания Проникают сквозь перегородки Я до сих пор не вижу Другого вероятного объяснения Для этого странного явления Зрительной гиперстисии Сомнамбулические субъекты Говорит Льюис в другом месте Способны даже считать Сквозь деревянную доску Толщиной в 5 мм И таким образом Представлять ряд Экстра физиологических Обнаружений изощренности чувств Которые превосходят все В чем мы считаем себя сведущими Относительно естественных причин Обуславливающих функциональную деятельность Нервных элементов Хорошо удостоверены также факты Так называемого перенесения зрения У некоторых истеричных Говорит Бене Обязать осязательные ощущения Особенно часто принимает форму Зрительных образов Зрительный образ становится По словам больных Столь же ослепительным Как ощущение Производимое электрическим светом Он объективируется И может заслонить Внешние предметы Подобно галлюцинации Когда субъекты достигают До этой степени чувствительности То самые легкие раздражения Тотчас же им Представляется в зрительной форме И иногда бывает Что им кажется Будто они видят Раздражение Полученное их кожей А это свое замечание Бене подтверждает Следующим опытом Шея одной истеричны К тому же Они стичны Он приложил медный жетон С выпуклым изображением Больная стала жаловаться Что у нее в глазах Ослепительные круги Круглые пятна Делавшиеся тем ярче Чем сильнее Бене придавливал жетон Чтобы своими вопросами Не делать ей Бессознательных внушений Он попросил ее нарисовать Карандашом То что она видит Хотя больная была Бедная девица Никогда не учившаяся рисовать И у которой к тому же Руки были атрофированы Она нарисовала фигуру Поразительно близкую к реальной Опыт повторенный Через три года Когда Бене случайно Увидал больную Дал еще более удовлетворительные результаты Те же самые опыты Были произведены Над здоровыми Но по сравнению с первыми Совсем безуспешно Бене поясняет Все эти опыты Весьма поучительными рисунками Наглядно свидетельствующими Об этой разнице Возможно Говорит он в заключении Что эти опыты Дают ключ к явлению Которое часто описывали Под именем перенесения чувств И которое будто бы состоит В способности некоторых лиц Видеть посредством органов осязания Изложенные нами подробности Показывают Что хотя перенесение чувств Есть строго говоря Иллюзия Оно однако Результат психологического явления Вполне реального Именно внушения образов Вот человек совершенно слепой Но несмотря на это Могущий видеть Сказал Уайт Представляя Генри Генриксона Одному из своих знакомых Слова его оказались Вполне справедливыми Мистер Генриксон Может видеть Или вернее Различать предметы Хотя лишился зрения Шести месяцев от роду Он родился в Норвегии Сорок три года тому назад И прожил в Америке сорок лет Он воспитывался в институте Для слепых В Дженсвилле И по выходе из этого заведения Занимался различными ремеслами Преимущества делания метел Он написал книгу О заглавленной из мрака Сочинение это содержит Некоторое объяснение Двойного зрения Имеющегося у мистера Генриксона Хотя автор не может Уяснить себе эту способность Удовлетворительным образом Или на основании Естественных наук Он хорошо воспитан Довольно блестящий собеседник И благодаря темным очкам Скрывающим его Совершенно закрытые глаза Трудно догадаться Что он слеп За последние 20 лет Он редко ходил с провожатым Исключая тех случаев Когда очень спешил Или отправлялся В совершенно незнакомую местность Следует помнить Что он совершенно слеп И не видел света Шестимесячного возраста Между тем он может сказать Как и всякий зрелищик Когда подходит К внезапному возвышению Тротуара Может повернуть за угол Сказать Когда Проходить мимо Подъезда Весьма хорошо И легко Определить Приблизительную высоту Зданий на улице Но не может сказать Когда приближается К внезапному понижению Тротуара Этого он объяснить не может Многие наблюдавшие Его свободные переходы С места на место Сомневаются В его слепоте Но те Которые испытывали Его зрение Убеждены в том Что он ничего не видит Находясь В поезде На всем ходу Говорил мистер Гендриксон Я свободно различаю И считаю Телеграфные столбы И нередко делаю это Для времяпровождения Или для определения Быстроты нашего хода Конечно я их не вижу Но догадываюсь о них Это ощущение Конечно Моим распознавательным способностям Немало не мешает Моя слепота Я не могу этого объяснить Но я никогда не бываю В полном мраке В полдень Как и в полность Меня всегда окружает Одинаково яркий свет Однажды меня ужарила пчела И я на мгновение Почувствовал Как бы оглушение И стал слепым То есть должен был сказать Ощутился В полном мраке Не мог не различать Не ощущать ничего В присутствии нескольких лиц Было произведено практическое испытание Этого необъяснимого двойного зрения На голову слепого наброшено было Толстое тяжелое сукно Свешившееся со всех сторон И доходившее до пояса Сидевшего мистера Гендриксона Сквозь это сукно Ровно ничего не было видно Затем перед испытуемым Или сзади него Держали палку Переменяя ее положение На вопросы вроде следующих В горизонтальном Или она положение Или вертикальном Или Как я держу ее Он давал быстрые И правильные ответы Ни разу не ошибаюсь Иногда определяя Под прямым Или косым углом Держать палку Это простое проявление Моей способности Отгадывать Сказал слепой Я не могу Объяснить этого иначе Это покрывало Простая формальность Оно Чистая бессмыслица Мои зрительные Или распознавательные Ощущения Получаются Мною не этим путем Я никогда В жизни Не видел глазами Ни одного предмета Ни даже малейшие Его тени Вот вам доказательства Моих слов Приведите меня В незнакомую комнату В которой я никогда Не бывал И о которой Никогда не слыхал И как бы темно ни было Я весьма точно Определю вам Размеры ее Я не ощупываю стен Ничего не трогаю Ничего не вижу Но по какому-то Странному закону Отгадыванию Узнаю размеры И фигуры комнаты В 1878 году Продолжал им Я отправился В Нью-Йорк И зашел Тоже пешком Я прямо Пришел к дому Мистера Помероя На 41 улице Пройдя длинное расстояние И ни разу не ошибся Ни на одном повороте Действительно Я узнал дом Подойдя к нему Я его не видел А между тем Узнал и выиграл пари Я учусь Я учусь У мистера Уайта Стенографии И так как И мне очень хороший слух То надеюсь Сделаться искусственным Стенографом Сперва Подведите этот опыт Стенографии 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 кости и ножичек для обрезания ногтей. Сколько денег в кошельке и какие они? Двадцать пять новых монет в четверть франка. Вещи, находившиеся в кармане, были высыпаны на стол и зрители с собственными глазами уверились, что Юлия не ошиблась. Юлия, расскажите, в какое одет платье и какие имеет при себе вещи господин, к которому я прикасаюсь в эту минуту, сказал магнитизер, положив руку на плечо самого неверующего из всего общества. Вы будете вычислять предметы изнутри наружу. Начинайте же. Жаконетовая сорочка, застегнутая спереди двумя золотыми пуговками. Галстук с синими полосами по белому грунту. Черный атласный желез с двумя карманами, из которого в одном плоские серебряные часы без цепочки, а в другом счет за обед в ресторации желтоватого цвета панталона без штрипок. В правом кармане панталон находится алжирский кошелек, две завернутые в бумажку золотые монеты и три пятифранковые. В другом кармане нет ничего. Сердук из зеленого стукна, сшитый по-смешному, я хочу сказать, модному покрою. В боковом кармане портфель, наполненный визитными карточками, письмами и разными бумагами. Наконец от господи носит вызолоченные очки и два золотые кольца, из которых одно с бриллиантом, надето на безымянный палец левой руки. Поверка доказала, что все вещи исчислены были со строжайшей правильностью и точностью. Чтение мыслей. Перти сообщает об одном прозорливце его собственными словами. Пристричив с каким-нибудь незнакомым мне лицом, когда я молча слушал его, иногда случалось, что вся его прошлая жизнь проходила перед моими умственными очами, как яркий сон. В несколько минут со многими ее мелочами или только отдельные из нее сцены. Когда рассказывал нескольким лицам о том, что он увидел в них, и они все подтверждали, на него самого нападал ужас. Однажды он, встретившись в лесу с незнакомым ему молодым человеком, отгадал из его жизни важный секрет, как этот человек однажды совершил кражу из кассы своего принципиала, причем точно описал эту кассу и комнату, в которой она была. Субтитры создавал DimaTorzok